Что ты делаешь, когда грустишь? Я читаю книги, которые всегда отвлекают меня от плохих мыслей. Это гораздо лучше для психического здоровья, чем социальные сети. Когда я переживал разрыв с девушкой и был очень расстроен, мне всё время было больно, поэтому я выбрал крёстного отца. Это действительно помогло мне отвлечься от горя. Я вошёл во вкус и прочитал несколько глав, но потом оставил книгу, вернулся к своим плохим мыслям и снова взял книгу. Если у меня есть такая возможность, я дремлю или просто засыпаю на всю ночь. Мой доктор рассказал мне аналогию с психическим здоровьем, которую я всегда с тех пор считал полезной. Психическое здоровье похоже на стол. Чем больше ножек под столом, хорошая гигиена сна, питательная диета, физические упражнения, социальные контакты, лечение и всё подобное, тем более устойчивым будет стол. Стол редко может удержаться на одной ножке. В течение дня мы можем делать много мелочей, которые в совокупности могут иметь значение. У меня есть ребёнок, поэтому я всегда чувствую себя истощённым и часто не сплю, так что обычно мне не хватает ножки стола, поэтому мне помогает отдых. Я очень благодарен тем, кто обратился к докторам за поддержкой. Если вам нужно с кем-то поговорить, не бойтесь обращаться к друзьям или специалистам. Я, вероятно, буду очень полезен другим родителям. Если кому-то нужно дать выход чувствам, не стесняйтесь. И да, я знаю, что сам устойчивый стол – это тот, у которого три ножки. Спасибо педантам с реддита. Суть аналогии в том, что чем больше у нас поддержки, тем меньше мы замечаем, когда что-то сломается. Например, социальные контакты или здоровье во время пандемии. Некоторое время назад на реддите я увидел аббревиатуру «ГЗОУЖ». Голод, злость, одиночество, усталость, жажда. Проверьте, что вас из этого тревожит больше всего, и при необходимости внесите исправление. Я не знаю, что сказать людям, которые спрашивают меня, как избавиться от злости или одиночества. Но признать, что вас что-то беспокоит – это первый шаг. Если вам одиноко, возьмите телефон и позвоните, или напишите кому-нибудь. Я занимаюсь спортом. Это делает меня еще более несчастным, из-за чего мое предыдущее страдание кажется не таким уже грустным. Какой-то мудрый человек сказал, что можно буквально улыбнуться и обмануть свой мозг, чтобы он стал счастливее. Иногда я ненавижу то, что это работает. Я написал письмо себе в будущее, когда в моей жизни был счастливый момент, чтобы читать его, когда мне будет грустно. Очевидно, что вы единственный, кто знает, через что вы прошли. Поэтому приятно получить совет от счастливой версии себя. Я смотрю видео, что если бы животные были круглыми. Смотрю видео подборки с котятами и щенками. Плачу. Определяю, какие эмоции испытываю. Это гнев, разочарование, отчаяние. И принимаю их. Позволяю себе почувствовать их. Выясняю, почему я их почувствовал, и вскоре они просто исчезают. Я считаю, что отвлечение или подавление внутренних переживаний только заставляет их накапливаться и ухудшаться. Или проявляться в форме гнева и в конечном итоге причинять боль кому-то другому. Как узнать это? Бегущий по пустоте. Джонни Суэб. И продолжение. Удивительные книги, которые действительно помогают копнуть глубже, дают вам простые инструкции, которые можно и нельзя делать для развития здоровых навыков преодоления трудностей и здоровых привычек. Эти книги действительно стоит прочитать. Причина, по которой я настоятельно рекомендую их, заключается в том, что они сосредоточены на эмоциональном пренебрежении, которое часто и по понятным причинам упускается из виду в пользу более очевидных проблем, таких как физическое и эмоциональное насилие. Однако эмоциональное пренебрежение может быть столь же вредным, как и любая другая форма жестокого обращения с человеком. И доктор Уэб действительно помогает понять, как улучшить свое ментальное здоровье и избавиться от прошлого, которое вас тяготит. Я думаю, что невероятно важно принимать наши отрицательные эмоции и давать себе время немного посидеть, окунувшись в них. Для них часто есть причина, а если нет, тоже ничего страшного. Иногда нормально грустить без причины. Это совершенно нормальные человеческие эмоции. Я думаю, что иногда люди слишком зацикливаются на том, чтобы всегда быть позитивными, счастливыми ребятами и прятаться от эмоций, которые они испытывают. Так что да, я погружаюсь в свои эмоции. Я сижу, переживаю и пробуждаю эти эмоции. Даже поощряю их грустными песнями или переживаю различные грустные воспоминания, пока не пойму, что меня действительно расстраивает или не почувствую себя лучше. Я позволяю себе грустить. Понимаю, почему мне грустно и просто продолжаю делать то, что планировал. В конце концов, грусть уходит. И я даже не замечаю этого. Мои способы справляться с грустью. Дерьмо. Поэтому я спросил об этом свою четырехлетнюю племянницу. Она сказала, что надо выкрикнуть из себя грусть. Затем села на пол и крикнула. Ааа! После этого она улыбнулась и продолжила свой день. Выкрикните грусть. Я просто сижу и продолжаю грустить, пока не справлюсь со своей печалью. Иногда я выхожу на прогулку. Это сработало со мной, когда мне нужно было расслабиться после серьезного экзамена в колледже. Закажите или приготовьте какую-нибудь еду, которая вам нравится, и посмотрите свои любимые шоу или фильмы. Я могу порекомендовать некоторые крутые фильмы, если вам хочется. Делай вид, что счастлив, пока не станешь счастливым. Подделывай радость, пока не станет радостнее. Это было моим девизом в течение двух лет, пока я переживал серьезно ужасные жизненные ситуации. Это сработало довольно хорошо, но я думаю, что сдерживал слишком много эмоций и слишком много лгал себе, что я был счастлив, что дошло до того, что я не могу больше притворяться и просто спокойно поплакать. Особенно, когда я наедине со своими мыслями. Я не знаю, как мы это делаем, но я думаю, что с возрастом некоторые из нас в значительной степени просто учатся подавлять в себе грусть, хотя где-то внутри мы все ранены до глубины души. Мне нравится просто находить какую-нибудь головоломку и пытаться ее решить. Я полагаю, что для других это означает делать что-то, не затрачивая много времени или усилий, что действительно дает вам на мгновение чувство облегчения от грусти. Однажды я спросил у своего друга этот же вопрос, и он сказал, что когда ему грустно, он просто расслабляется со взрослыми журналами. У разных людей есть разные вещи, которые делают их счастливыми. Я советую вам избегать употребления в пищу продуктов с высоким содержанием сахара и ограничиться от покупок очень дорогих вещей, если вы чувствуете себя подавленным. Потому что это приводит к падению уровня здоровья сосудов и уровня вашего бюджета. У меня есть три кошки. Они мои малыши, мои приятели для объятий и моя самая большая система поддержки. Иногда я испытываю стресс из-за школьной работы, и мой трехногий кот просто подходит ко мне, хромая, грустно мяукает и падает на коврик, чтобы я мог его погладить. Они знают, когда я расстроен, и совершенно немногие вещи могут помочь мне больше, чем когда кот подходит и плюхается мне на колени, чтобы я почесал ему за ушком. Я ем вкусняшки, например, печенье. Печенье всегда меня радует. Я наедаюсь до того момента, когда мне больше не грустно, потому что мой ремень держится уже на последней дырке. Я вообще не пытаюсь поднять себе настроение, когда мне грустно. Я просто позволяю печали протекать своим чередом. Большинство людей не могут справиться с грустью, но грусть это естественное явление. Как только вы позволите себе окунуться в эту волну тьмы, у нее появится положительная сторона. Не рекомендуется тем, кто большую часть времени грустит. В этом случае сходите провериться к доктору. Программируйте. Разочарование, когда что-то не работает, уносит прежнюю печаль. А затем, когда это наконец работает, это делает меня счастливым. Я только начал изучать питон несколько недель назад, и мне это нравится. Однако я часто не знаю, что программировать в свободное время. Вчера я запрограммировал генератор случайных оскорблений, типа оскорблений про мам. Просто, чтобы проверить, как работает случайная функция. Это так спасает от невзгод. Слушайте хорошую музыку и танцуйте под нее, как будто никто не смотрит, потому что никого нет. Ешьте хорошую еду, смотря хорошие передачи по телевизору. Плачьте во время любого пункта из вышеперечисленных. Во-первых, я начинаю свой день с торта. Во-вторых, принимаю ванну с моими любимыми запахами и любимой музыкой. А сразу после слушаю то, что меня ужасно злит, пока гнев у меня не пропадет. Пытаюсь оценить, что заставляет меня так себя чувствовать. Чем лучше я понимаю, почему я что-то чувствую, тем лучше я могу с этим справиться. Для меня самое худшее – злиться или быть с кем-то грубым. Я могу быть полным уродом с людьми, которые мне не безразличны, и которые этого не заслуживают. Обычно что-то незначительное, например, плохой сон, заставляет меня набрасываться на других, и, зная причину, я могу измениться, извиниться и попытаться стать лучше. При печальном состоянии это скорее внутренний вопрос. Почему я злюсь на себя? Действительно ли я заслуживаю такого обращения? От своего терапевта я узнал о том, что называется ментальным набором инструментов. В этом ментальном ящике с инструментами вы храните список навыков преодоления трудностей, которые помогали вам в прошлом, когда вы находились в эмоциональном сознании. Эмоциональный разум – это когда логика выходит на перекур, а управляют вами эмоции. Вы когда-нибудь были так злы, что из-за вашего рта на любимого человека вырывались какие-то довольно неправдивые, обидные вещи, и вы не заботились о том, что будут последствия. Эмоциональный разум. Если вы поработали над сознанием своего ментального набора инструментов, вы научитесь навыкам владения с собой, как только признаете, что сердитесь. Поэтому вместо того, чтобы называть полную девушку гребаным китом, после того, как она случайно съест ваш последний пирожок, о котором вы мечтали весь день, вы сделаете глубокий вдох, выйдете на прогулку и вернетесь, чтобы поговорить с ней. Поэтому, когда мне грустно, я люблю возвращаться к забавным воспоминаниям. Например, когда мы с мамой были в разгаре ссоры, потому что она приняла очень громкий пердеж за то, что я шептала о ней что-то нехорошее. Я храню в телефоне папки с мемами и изображениями собак, чтобы смотреть на них, когда у меня тяжелый день. Если у меня действительно грустный день, я прибегну к тяжелой артиллерии, например, посмотрю пародии или какое-нибудь забавное видео. Ну а на этом видео заканчивается, и если видосик тебе понравился, обязательно ставь лайк и подписывайся на канал. Народ, я редко прошу вас набрать определенное количество лайков, и поэтому давайте начнем с малого и попробуем набрать 2000 лайков. Всего-то 2000 лайков. Я знаю, вы можете. Также, если хотите, можете нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход следующих роликов. И спасибо каждому, кто оставляет комментарии. Всех крепко обнимаю. Ну и как обычно, ссылку на телеграм-канал и чат вы найдете в описании. Пока!